Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 8 августа, и своеменины в этот день совершают христиане, наличенные в честь святых, Сергия Моисея Пороскевы. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Протарея Сергия Стрельникова. Отец Сергий родился 24 сентября 1887 года, в канун праздника преподобного Сергия Радонежского в селе Шулка, Вятской губернии, в семье дьякона Александра Стрельникова. 14 июня 1911 года Сергей Александрович окончил по первому разряду Вятскую духовную семинарию, и 12 января 12 года был определен учителем в Богородско-Полянскую церковно-приходскую школу Яранского уезда Вятской губернии. А 1 сентября того же года перемещен на аналогичную должность в село Мушу, располагавшуюся в том же уезде. Вскоре Стрельников был рукоположен в одьякона, а 14 ноября 12 года в освященника с назначением в Михаило-Архангельскую церковь села Калианур Яранского уезда. На данном приходе батюшка прослужил до 7 января 16 года, а затем по личному прошению был переведен в Притеченскую церковь села Аршанка, где и подвязался до конца своей жизни. На протяжении своего служения в дореволюционное время отец Сергий, как и большинство священников того времени, занимался активной просветительской деятельностью, преподавал закон Божий в Бобинском земском училище, Ведянском земском училище, Аршанском двухклассном училище, Аршанском высшем начальном училище. С декабря 12 года батюшка состоял членом миссионерского общества, а с 15 года входил в братство святителя Николая Чудотворца, образованное в Вятской епархии. Труды священника Сергия Стрельникова на Ниве Христовой получили признание. 7 марта 15 года к празднику Святой Пасхи при освященнейшем Никанором, епископом Вятским и Слободским за отличную сербную службу он был награжден набедренником, а в 19-м году с куфьей. В сохранившейся клировых ведомостях тех лет о нем написано «Поведение очень хорошего». В Притеченской церкви села Аршанка отец Сергий прослужил более 20 лет. В годы советской власти, как и все священнослужители, был лишен гражданских прав, не раз облагался непосильными налогами, подвергался другим притеснениям. Храм села Аршанка несколько раз оказывался под угрозой закрытия, но трудами священника и верующих приходскую жизнь удавалось сохранить. В 1933 году за ревностное служение Церкви Божией отец Сергий был возведен в Сан-Протоиерея. В 1936 церковь в Аршанке все-таки закрыли, передав здание под зерносклад. Батюшка сносил все это терпеливо, продолжал исполнять свой пастырский долг, совершая богослужение на дому, а в январе 1937 года благословил сбор подписей за открытие храма. И до сей поры вспоминают об отце Сергии на Аршанском приходе как о человеке сострадательном, трудолюбивом и отзывчивом. В самых обычных житейских делах он был поддержкой для своих односельчан, помогал людям хлебом, участвовал в общих сельскохозяйственных работах, вместе со всеми тушил пожары в селе. Конечно, отец Сергий предвидел свою судьбу, общую для всех истинных служителей Церкви того времени. По воспоминаниям очевидцев, батюшке неоднократно предлагали скрыться, но он категорически отказался оставить паству. 26 июля 1937 года протарей Сергий Сетрельников был арестован по ложному обвинению в систематическом введении контрреволюционной агитации и заключен под стражу в камеру предводительного заключения Аршанского отдела милиции с последующим направлением в Вешкаролинскую тюрьму. В ходе следствия батюшка был допрошен дважды. 29 июля 1937 года и виновным себя не признал. 8 августа 1937 года состоялось заседание тройки НКВД, на которой протарей Сергий Сетрельников был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение в тот же день в 15 часов. Покоронен отец Сергий в братской могиле, так называемой Миндурской дороге неподалеку от Йошкар-Алы. 16 июля 2005 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московской Гавсиаруси Алексея II было принято решение о причислении протарей Сергия Стрельникова к лику святых новомучеников и исповедников российских. Чин прославления был совершен 19 сентября 2005 года в Мироносецком монастыре Йошкар-Аллинской епархии. В декабре 2005 года были обретены мощи новопрославленного святого, который в настоящее время находится в домовом храме иконы Божьей Матери Трояручица в здании Йошкар-Аллинского епархиального управления. Своей жизнью завершившийся мученической кончиной священномученик Сергий Стрельников явил пример кротости и терпения, верности пастырскому долгу. Молитвами его да укрепит Господь и нас в терпеливом несении жизненного креста и исполнении христианских добродетелей. Недавно получил письмо от одной из прихожанок, рабы Божьей Юлии, дай Бог ей доброго здоровья. Пишет, я, говорит, уже четыре года сижу в тюрьме, две и еще четыре осталось. Но я не отчаиваюсь и очень благодарна Богу за то, что я здесь оказалась. Потому что благодаря тому, что нахожусь здесь, я еще жива. Потому что в свое время очень глубоко погрузилась в наркотики. И вот этот восьмилетний срок — это продление жизни. Ну и кроме того, это возможность изменить себя, возможность покаяться, возможность обрести истинный смысл жизни. И вот она пишет, что я очень благодарна Богу, потому что то, что многое, что я слышал на свободе, оно как-то, ну как об стену горох. Влетает и отлетает. А здесь совсем по-другому воспринимаются вещи. Многие по-другому оцениваются. И очень хочется сохранить вот это состояние души, которое сейчас на то время, когда окажусь на свободе. Очень боюсь его растерять, потому что здесь Бог как-то очень по-особому близок. И вот эта истина, она уже неоднократно звучала, что Господь особым образом опыт общения с Ним переживается тогда, когда человек находится в максимальном смирении, когда ограничен в пространстве, ограничен в желаниях, в еде, в общении с близкими, родными, когда человек находится в очень стесненных обстоятельствах. Когда отца Иоанна Крестьянкина спрашивали о лучших годах его жизни, он говорил о годах, проведенных в заключении, в лагере. Или когда патриарха Пимена спрашивали о его лучших годах жизни. Он вспоминал годы послушничества, когда был послушником в Псково-Печорском монастыре. Или когда епископ Гавриила в прошлом наместника Псково-Печорского монастыря, спрашивали о его лучших годах жизни. И он говорил, ну вы, наверное, не поверите, но лучшими годами жизни были те, когда я был в запрещении. Там был эпизод в его жизни, когда он три года находился в запрещении служения в церкви и занимался тем, что охранял огороды своих прихожан, будучи епископом. Он говорит, «Так как я молился тогда, так как Бог был рядом, рядом больше никогда не переживалась моей душой?» И вот это удивительная парадоксальная ситуация, что Бог, который желает всем нам Небесного Царства, чтобы мы наследовали Его, он открывается в самых тяжелых и непростых обстоятельствах. Как святый пророк Божий Давид, в момент самого сильнейшего испытания он восклицал, «Благодарю Тебя, Господи, яко смирил Мееси». И мы неоднократно про это говорили, что смиренным Бог подает благодать, но не хватает порой решимости к тому, чтобы встать на этот путь, путь смирения. В этом ключе так понятна аскетика православной церкви, что те, которые возлюбили Бога всей душой, всем сердцем, они понимают, что есть какая-то прямая взаимосвязь между смирением себя и стяжанием благодати Духа Святаго. Поэтому в этом ключе понятны строгие посты, понятны всевозможные подвиги, душевные, телесные, когда человек, находясь в более-менее спокойном положении, ситуации, когда нет войны, нет контрацерлонных лагерей, нет какой-то специальной болезни, которую можно воспринимать как особое посещение Божие, особая его милость. Потому что Бог наказывает, кого любит, в ком он видит духовный потенциал, духовное устремление. Он дает дополнительный инструмент для очищения души. Если это не происходит, то ищущие Бога добровольно и произвольно принимали на себя сверхусилия, чтобы смирить душу через смирение тела и посредством этого приблизить к себе благодать Божию. Поэтому не бойтесь никогда, дорогие мои, немного потрудиться в посте, в поклонах, в воздержании, в воздержании от комфорта и от всякой чрезмерности. Потому что любой комфорт расслабляет душу, всякая чрезмерность забивает и ум, и сердце, и волю, и человек, как о толсте его душа, о жире, не может подвигнуть себя к тем или иным духовным упражнениям. Но всегда вопрос только в одном. Кто хочет? Господь никогда не навязывается и не принуждает. Он призывает. Если хочешь, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною. И помогай нам всем, Господь.